Среди акций это Бэтрайдер. Моментальный просто-напросто Бэтрайдер. Даже не знаю, 2-0 это или не. Сложно, сложно. Так будет играть у нас на Вайде. В этом патче он на Вайде не играл особо. Он не Войда пикер. И сейчас я вам скажу, сколько у него матча сыграно. Энтаке получается играть на миддл Магнусе все-таки. Но это и того Войд плюс Магнус, который накидывает на него Эмпауэр. И Магнус, который самодостаточен за счет того, что он наверняка возьмет себе Аганим. Кстати, на Вайде всего 4 матча у Тага. 2 выграно, 2 проиграно. То есть не самый опытный. Спартан на Дазли. Maybe Next Time на линия. И Скайларк на Бэтрайдере. Да, а Симулярте. Трорбайт это Зитрекс. Эйн это Винтер Виверна. Фистовин Роттен на Легион Коммандор. Очень нравится свой никнейм. Экскальбер на Разор. И ДНЗ на Нечиспрофис. Кстати, знаешь, что хотел сказать? Последняя игра у Вайда от Тага. Она против коллектива Сингулерити 14 дней назад. Как-то не странно. Счет 11-2-12. Естественно, выигранная с таким КДА. По старшим чертежам. Почему нет? Но я сейчас вспоминаю Скайларка почему-то лучше на Вайде. Наверное, тогда тройку Вайда еще брали просто. Maybe. Так, 30 секунд сам. Ну где это Дазл, а? Я хочу найти. У меня мания на информацию. Это теперь. Пока не найду, не отвяжусь. Блин, просто написано. Разве это отрицательный эффект Синг-Синг? Ну ладно, буду сейчас искать. И это с Аганилом. Ох, тяжело. Ладно. Сейчас придумаем. Не пишут нигде. Ладно, не важно. Какой-то до развеивания. Сомневаюсь, что он снимает все хексы, если он по всем... Представляешь, ли он там ауе хекс накидывает, и он со всех хекс снимает. Так что я думаю, там обычное развеивание. Мое предположение. Ну что, у нас пока пауза. А это значит, пока у нас пауза, друзья, я вам быстренько напомню о том, что проходит в рамках WebPlay Book of Miner конкурс зимних SFM роликов. Лучшая история получит 5000 долларов. Так что включайте фантазию, создавайте видеоролики, отправляйте свои работы в WebPlay eSports. Ну и все подробности вы можете найти у них на сайте и в соцсетях. Слушай, если не ошибаюсь, на Инте сумма была чуть ли не сопоставимая. С чем? Ну ты говоришь, 5000 долларов за SFM ролик. На Интернешнл, по-моему, 10 за первое место, 5 за второе. По-моему, там 30 тысяч, или это я путаю с косплеем, возможно. Ну там точно за первое 15 не меньше давали. В любом случае, Miner, вы посмотрите, такие суммы классные. Вау. WebPlay в WebPlay вносит разнообразие, скажем так, именно, ну не то чтобы в серую атмосферу Miner, в мажор, которые по сути все одинаково построены, но согласитесь, в WebPlay свое фирменное оформление. Это, безусловно, отличает их. Фирменный почерк, то есть оформление, это то, что визуальный стиль, фирменный почерк, это и общение в соцсетях, и визуалочки, и подходы, и я на сайте кучу статей читал. Все вместе, давай так. Да, все классно, все классно, согласен. Так, про Primarch ты уже рассказывал, да, про партнеров наших? Нет, наш, упоминут. Не забывайте, ребят, заходите под стримом, есть баннер, плюс 100% к депозиту, обязательно на него прям нажимайте, и, соответственно, получайте всю необходимую информацию. Пауза-то у нас в связи с чем? А, две минуты ссори попросил ДНЗ, да? Там было 5,6, по-моему, коэффициент или 7, или там вообще был коэффициент? 5,5 точно было, 7, не могу припомнить было или не было. Ладненько, по линиям, что здесь? Вот отправляется в бот, пока ребята из коллектива от Файном отправляются в какую-то драку на центральном коридоре. Энтаке будет стоять миддл, Спартан на дазли, мэйбедных ставим это саппорт, и Скайларк с Баклером на топ, сейчас на бэтрайдере у нас отведется. Отдельный респект хозяинам Шеги Барка. Обожаю этого курьера. Так, это у нас кто? Это курьер Фуриона. Это... Ага, нет, я просто смотрю, чей курьер сейчас стало очень неудобно, только по цвету. И только, кстати, даже по цвету не видно. Через лупу, через лупу. А, нет, там не написано, кстати. А, не, написано, написано, вот ты на луп нажимаешь, там написано Экскалибур. Экскалибур, да, точно. Да-да-да, давай, твой респект. Вот я тут видел самого первого курьера, который добавили в доту, ну, не того легендарного вардога, да, а курьера из одного из первых сундуков. Вот это респект. Какой там курьер-то был? Там был бэджер. Очень старый еночек. Очень старый. Прям супер. А, который с шлемми с очками. Да. Выходит сейчас на Спартана. Спартан, хэстриджерот и на Экскалибур. Нормально, кстати, попробивали, но ничего страшного, да, зала отойдет. Через танк решил восстановиться, мог бы, кстати, успеть до базы, развернуться, улыбнуться, но вот сейчас Спартан. Ладно, я решил где-то поперемещаться еще. Окей, атаку спалили, Спартан абсолютно спокойно уходит на верхней части карты ДНЗ на саппорт Фурионе. То есть у нас сегодня получается было три раза флейн Фурион и дважды саппорт Фурион, я прав. Фурион герой дня, выходит. Ну, в Европе в рамках наших матчей, которые мы смотрим в четвертом канале, да. Да, в определенном Фурионе герой дня. А на юго-восточной сети, как там было, тоже у Фуриона были? Нет. Вообще нет, что это за герой такой. Что это, кто вообще убегает, зачем, да, он милостный способен. Спартан какие-то закрывает. Да-да-да. Где стан, где вот этот мужик с болтом. А где баунтируно? А, слушай, три для сингулярии. А они пошли почему-то, Адафины? Прижались. Так, на самом этой карте, опять же, middle Excalibur, опять же, тот кэри Зитракс, фейнвеган, хэстеджероттен. Чего-нибудь. Я могу сказать так. Что тебя смущает? Да там, что в центре стали Зитракс с легенкой и туда-сюда бегут мутин. А ты, смотри, какие ворды у Адафины. И все станет ясно. Ворды, ворды, ворды. Ага, я понял. Опять же, смотри, они видят, и перемещение, они туда-сюда бегут, смотри. И при том, если глядь, тоже видит кто-куда перемещается, вот сейчас, да, за пошел забривать. И, кстати, вот сейчас отправляется сверху на нижнюю часть. И так будет, пока они не встали. Стану спокойненько. О, господи. Ну ладно, саппорт получает экспу, почему нет. Я видел специально так играли, винстрайк в закрытых. Они отправили саппортов, получается, на лайн, чтобы эти получили старые уровни. А сами что-то там в лес пытались фармить. Ну, соответственно, потом поменялись, а саппорты бегали по карте по фей. Понял. Я хочу немного похвалить Сингулерти за пик леги. В этом патче 2 из 2 заезжало матчей. Ну и в целом, хэстэджи ротен, 93 игры на леги на простое, 93, божечки. Это очень много. Ну, он очень много, да, но не исполнил. Я тоже припоминаю, если мачка там, в принципе, не видел. Там, кого не вспомнишь, а легенок определенно была. Да. Все, кто-то нажал. На боте, значит. Легенка все-таки с Интерверной конецки. Они встали. Войд внизу вместе с Даззлом. В виде разор против Магнуса. Очень интересно будет смотреть, как Магнус может покатать по всей карте. Насколько быстро появится Аганим. Ну и на топе в Этрайдер Лина против Фуры и Тарок Блейда. Вот, кстати, Магнус у меня сегодня появлялся в Юго-Восточной Азии. Самое странное, что там не было. Раша Аганима там спокойно через блин, через форста, знаешь, по классике. Может быть, не все еще это котируют, не все прочувствовали силу этого героя. Потому что это Нюк, замедление атаки, замедление передвижения, изменение позиционки, без Моно Коста, раз в 4 секунды. Это же имба. Он вообще не купил его или позже просто взял? Он его брал очень поздно. По-моему, уже игра, кстати, закончилась. Боже, не грузишь. Сейчас скажу. Вот. Он уже ожидает мне вопросов про Морфа Магнуса. Отвечай на мой вопрос. Отвечу. Помнишь, я тебе на днях Крилл про Морфа Магнуса? Да, я тебе сейчас скинул гифку, как вывозили на фонтан через всю карту вдвоем. Кстати, это был Магнус от Neon Sports. Ага. И сейчас я проиграл нибудь. С чего это вдруг обошло? А, это был саппорт Магнуса. Все, я понял, это был саппорт Магнус с Огним на 39-й минуте. А, ну саппорт Ладно тогда. Тогда понятно. На саппорте Магнусе зачем Огним? Тебе нужен блин, чтобы ворваться до терпо, все, а тебе больше ничего не требуется. Ну и Эмпауэр раскидывайся. А вот Митер из Neon Sports взял этот Аганим на 15-й минуте вторым артефактом после ПТ. Так вот именно на корах его берут. Потому что, во-первых, чем Магнус скоро лучше? Потому что Эмпауэр фикшн, а на тебя в два раза лучше работает. О, СПАРТАН, неожиданно копия пролетает вместе с Эмпауэр бластом. Вместе с первым дыханием всем. Залетела так, залетела спартана. Если посмотреть там за секунду 135 до 73, 200, как раз хп у него и было, вот и залетела. Ну, хотя он даже стихи прожал, он думал, что он выживет, но не тут-то было. Они одновременно залетели далеко и неожиданно. Там, я говорю, сводка смерти там буквально за секунду все это залетает, поэтому, да. А ты еще не видишь, что стихи летит в тебя. Копи-то, считай, практически без анимации, ты не среагируешь, чтобы они прилетят. А СПАРТАН, вовсе из-за деревьев не пускался. Ой-ой-ой, митрилер. У нас с тобой сегодня были матчи, где мы смотрели только за верхней части карты. Вот что-то, по-моему, ощущениям надо сместить на бот камеру. Да, САСПАРТАН, по крайней мере, уже умирает, прилетает еще ДНЦ, а без прутов. Ну, там все равно топорик и танго. Он им не нужен. Кстати, ну, это нормально, да, не качать спорты с первого уровня. Какой от них толк, если все равно у всех вначале есть танго и топорик, скорее всего. У ФСС Вайда Квилинг Блейд, у Магнуса Квилинг Блейд, тангусы у Дазла, тангусы у Лины, тангусы у Батрайдера. Они полностью готовы, и у Батрайдера есть еще Файрфлайт, да, они максимально готовы к этому фуриону. Вначале у всех, даже у мидеров, может сказать, есть вначале танго. Всем дают. Хочешь сам покупаешь, хочешь нет. Ты знаешь, как сказал, а без прутов, типа это вызов. Так, фуриона, сможешь без прутов таким же болезненным, фурион? Хотя на самом деле там четыре героя просто вылезать спутов, все кроме Дазла. Один выпадает, другая себе станом прорубит, и двое просто уедет. Один на огне. Знаешь, как остается, что делать? Только как сегодня мы с тобой наблюдали, спруты ставят значительно вперед, ограничивая проходы. Как Абадон, ты помнишь, бедный застревал в спутах? Первый проел, а во второй застрял. С другой стороны. Ну, неплохо. Вот. Только как-то так, как наперед ставить, это может сработать, кстати. Ладно, но всякий случай фурион убивает. Пятерочка фурион на сей раз от сингулярити страдает. Вот, может, для этого не хватало, да? У Адефинэм согласись, у них же там ни один фурион не страдал. И даже со спартан на пятерке играл в фурионе, он был не особо-то пятеркой. Так что фурион особо-то как-то не страдает. А вот сейчас сингулярити пятерку имеет, и он будет страдать. Ну, тот фурион 368, и Шива, ой, этот, Хекс, простите. Оркит, Форстав, Пепелс Гифт, но это ладно, известно. Да, он действительно не особо-то и страдал, он вполне бодро выформился. В этом-то и проблема, верно. Ты против пятерку подразвиваешь, другой немножко стайл, а совсем по-другому вам выхватить. В общем, это же Ротен, проблема у Хастеджи. Что-то заберутся. В виде, в виде, в Скадембур! Уже мертвому летел. А, подожди, нет, это легонка умерла. Я уж думал, умер. Куда он взлетелся? А, на шрайм летел. Я думаю, на фонтанах летел. Это, понимаете, его завезли, да? Я на верхней части карты наблюдал фракту этот момент, который делали. О, курьерчик с сапогом и с рецептом на врезмент. Отличный курьер, достается он сейчас Зитраксу. Что интересно, Зитракс выходит на Ганг со своим черным демоном, террорблейдом. Подцепили здесь тага, так, датайволка, секунда, не хватает. Появляется здесь бэтрайдер, мне кажется, скала, кстати, ДНЗ хотя бы заберет. Мэйбинок стайм раскидывает. Сейчас будет стальчик, стальчик в Зитраксу, в том числе, ну-ка. Ой, а у него нет Сандра, надо уходить. Магию Зитракс, ну, вообще даже за трорублейд, любой не любит. Слушай, так здесь четвертый исполненный левел, конечно, он так рано вышел в атаку, я даже удивлен. А если мы бедных стамперхватить, а вот и фурион, а где спроты, а мимо спроты, он почему-то на ёлке их поставил. Но я пытался сделать, как я сказал, их поставить значительно нагреваться, нужно было идти тысячу невеста. Ладно, забирай, там. Короче, повторился сюжет, как копья и спинтер-бласт, а фурион пытался сделать, как я тебе объяснил, и как мы с тобой видели, он не берёт, а на пиво хотел поставить просто. Просто он выше поставил, чем нужно было, вот и всё, это небольшая ошибка. Ну, тут скорее даже не его, а тут скорее был стрейф, а отлины просто в сторону. Стрейф, он поставил в маловероятное, скажем так, позицию. Но она просто прыгал мимо ёлок, а он туда их поставил. А это получилось, ёлла гейминг отлины. Просто стрейф. Ёлка гейминг, я бы сказал. Да, да, был гейминг. Вышли, тем не менее, падает, или же драться собираются, не-не-не, а дофина говорят, нет, вышка пока не падает. Будут падать Скайларк. Или же, наоборот, всё. По-моему, ДНЗ сейчас рискует, так сказать, выступая фронтейера, приходит сюда мебель на стемпе от левел, получает, попасть станом равно забрать фраг. И вот сейчас он стрейфится так, что по-любому кого-то заберёт, хочется забрать Зитракса. Скайларк, Скайларк, там, кстати, сейчас Firefly не даёт. Ой, не попался к напалу, ну, как так, позиторку не попал. Ну, с теми, он сгорит. А его так и так заберут. И вот так и так забрали, приходит сюда Excalibur. Энтаке огромное у него проблемы, Excalibur выгрызается. Слушай, что-то тут совсем плохо гребите себе. На самом деле, дал бы РП по-троим, может быть, и подрать. Но проблем в том, что Вайдан нету купола, был бы купол, он бы скорее всего пришёл, помог бы команде. А остальные уже, дай вы, что вы влить, никак не могли. То есть, пока они готовы не драться. Знаешь, такой мысли себя ловлю? То, что очень сложно будет здесь забрать Терраблейда. Тебя сейвит Винтер Виверна, тебя сейвит Лего. Бэтрайдер наполовину бесполезный. Фарион наверняка будет там скинуть спирит Веслом Соларом, допустим. Рейзеры часто играют через плотность, он будет отвлекать внимание на себя. И если Зитракс опять дальше фарм, мы с вами видели, как он достаточно плохое начало вытаскивал. Лего здесь безумно решает не только как дуэльки и урон, но и Терраблейда. Но при этом, смотри, опять пошло. Теперь сингулярность только типа из Кайларка. Скайларк у 200. Ну а что в Кайларк целый день отдаёт, надо хотя бы получать вот веточку. Сегодня что-то весь день на Европе здесь, ребятки Файнс. Может, они понимают, что, как ты сказал, Нигмы сберёт слот, пацаны просто Файнс играют. Я маленько удивляюсь, знаешь, чему? Места со второго по четвёртая в квалах все по 20 очков получают. Ну, сделали бы 20-25. А какая разница? Если, ну, они тебе не помогут. Ну, вот ты знаешь, какое место сейчас у Virtus.pro, допустим. Ну, я тебе расскажу, 24-40. Да, ты говорил про наш синглерити. Да. И чё? Как у тех же самых синглерити. Ну, то есть, вы будете иметь на дистанции топленок и с очков с каждого отбора и так далее. Ну, мало ли зарешает. Очень хотел бы увидеть ситуацию, где какая-то мелочь зарешает. Ага, я уже вижу вот это 12-е место. И только из-за того, что уже не играли там, например, первые квалы. Они занимают там 13-е место. Какая-то команда, которая сыграла все квалы, по 20 очков зарабатывала вот этих. А она проходит. Потому что один раз где-то там намажены, смога выстрелить, да? Вот так что-то. Очень бы хотелось. Так, Razor. Ну, через два утима этого забирали. Это стоило этого на центральном коридоре. Ну, поглядим, поглядим. Еще только начался сезон, только вот квалы на второй майнер в сезоне. Мы уже знаем, команда, которая будет играть на мейдере. Скоро узнаем завтра уже, кто будет играть на миноре. Только-только сезон начался, хотя уже декабрь. Год заканчивается, а сезон начинается. И при этом мы знаем, какие команды пропускают 40% сезона. Потому что в ближайшие два месяца тоже делать нечего. Ключевые. Да, я про это же. Я про это же и говорю. Ну, реально кто-то считает, что LGD специально проиграли. Да, не я, да я. На самом деле, просто вышел патчи, они не ожидали, что так будет все жестко. А кому-то проиграли? Я что-то видел, по-моему, ми парю или лансер, что ли? Суть в том, что они проиграли коллективу FTD Apollo, которые за день до этого заняли восьмое место в рамках местного китайского ивента. Они проиграли по пути коллективу Loki Esports, так и бывший игрок из неонов. Они проиграли замечательному кальчеву Eclipse и не менее громкому Клантегу Flower. И на следующий день они обыгрывают по СЖЛГД у нас. Ну, то есть. Сильно. Тут факт, тут факт не в том, что проиграли по СЖЛГД и не факт в том, что не проиграли, а кому они проиграли, это, это позор. Ну, извинились, приняли меры, скажем так. Ну, во всяком случае, они составят уметь, не будут, это ваше им плюсы. Ладно, вернемся в игру, у нас магнус все-таки делает Аганим, а я вот посмотрю на нейтральные предметы и считаю такие себе предметы, на самом деле. Вот так единственный нормальный толковый предмет, это вот это колечко Арканри. Остальное это все, ну, такое мелочок. А мне брошь нравится, которая имеется пока у Рейзера, ее можно будет потом отдать в интервене, а пока это мана плюс макс пид, и считай, намного контакт не получается этот трейд. Хотя, не намного, казалось бы, но это как бонус от Вин Лейса, допустим. Да, вот это уже, если посмотреть, как там на Вин Лейс, Вин Лейдове 20, а и 25. Ну, 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 так обозначено, почему бы и нет. Бесплатно, считай. И барабаны, и ПТ, и... У меня классный день пришел в Глубы. А что, если со временем валют на сетях нейтральных предметах, а похожие статы с обычным предметом, они позволят через них собирать тот или на 3. Ну, например, Вин Лейс там собирает, через не очень собирается, что там что-то там, и ул еще всякие предметы, барабаны, а тут это зеркальце, если выпадает, ты как бы экономишь. У меня это классно. Кто-то мне напоминает, знаешь, как выпадают рецепты, допустим, на Трайден, как остается только добрать два мощных предмета в один или тот же самый Блиндайгер плюс Метер Хаммер, то есть есть уже нет направления к этому, но такими, насколько велик рандом. И вообще, ты хочешь учить 200 предметов? Нет, просто они будут реально не валяться на помойке где-то у фонтана там, да, в мусорке. А реально используются будут? Да, они сейчас, ну да, я с тобой согласен, что во что-то БА потекстировать. С другой стороны, вот представь, ты находишь эликсиры, метпло, попробуй их совместить, условно. А что их совмещать, они, есть предмет, который тратится, в этом тут тоже есть смысл. Вот, например, был бы что-то прикольное, если, как раньше, можно было из Аегиса Рошана, по-моему, что-то там. Или купить его можно было, то ли его, как его что-то аппетит, можно было, я помню, шкает сборку, из-за того предмета можно было купить, можно было купить, да, там, и причем у него было три заряда. Наверное, уже плохо помню. Так, ну смотри, мы, мы две недели назад и не думали, что будут добавлены лесные предметы, поэтому вариант того, что когда-то еще ВАЛВ сильнее измени ДОТН по-прежиму существует. Там появился OceanHard, кстати, у Винтер не верный, классный артефакт, А, третий предмет, отдающий ей, да, отдающий ей плюс 5 ко всем и восстановление здоровья маны в реке. Самый то, да, на артеберный, оп, залетел в речку, обратно, залетел, оп, обратно, оп, оп, гонки, гонки, гонки на поверхности. Кто дальше? Знаешь, даже плюс 5 ко всем это много. Да, да, это такой приятный бонус поначалу. Гастема ли тракса? Да, замедлилась. 15 фрагов за 15 минут уже получше, чем-то, потому что там мы с тобой не особо кастели, но за ту игру было сделано всего 31 фраг за 38 минут. Здесь уже немного мы темп опережаем, немножечко, но... Подожди, а почему у него одна иллюзия осталась для любого? Разве не работает сейчас так, что когда у тебя форма заканчивается, все люди тоже превращаются в ту форму, в которой ты сейчас? Опять же вопрос, который, скорее всего, не дашь ответа, но предположительно я все равно спросил. Предположительно? Предположительно? По-моему, такой процесс. Ничего пока сказать не могу. Ладно, друзья, если вы в чате... Раньше, слушай, они все превращались, это факт. Ну да, потом был просто... Изначально, по-моему, было так. Ты... У тебя оранжевая форма заканчивается, иллюзии остаются в ней. Которые, ну, типа, в какой форме ты создал иллюзии, в такой они и оставались. Потом, по-моему, убрали, и ты, когда в милишную превращался, если к тебе подходила близко твоя иллюзия, она становилась милишной. И то же самое. Типа, если ты далеко отходил, у тебя иллюзии оставались, например, на другой части карты, они становились милишной, потому что ты далеко ушел, хотя ты даже в оранжевой форме был. По-моему, это так работает сейчас. Ну, пусть чате нам покажет. Да, и предлагаю, во-первых, активизироваться в чате, во-вторых, мы обещаем следующему совместному касту на любом либо канале моем, либо где-либо еще уже прям 100% вам рассказывать, как это классно работает, и что мы абсолютно в курсе всего. Не, ну, всякое бывает. Иногда тоже интересно спросить у самого себя вещь, которую ты не знаешь. Я не знаю, почему ты так этому знаешь. Лучше то, что не знаешь, не спрашивай. Такое же интересно, наоборот. Сходу вспомнился, сходу узнал, если кто-то ответил. Только если. Изитарксаквилка, как же ты не просил, я не могу этого избегать. Подожди, я вот что-то припоминаю, что у Зитарксаквилка у нас уже появлялась. Да, на Тараблэйде он вроде бы нашел в себе тогда. Была была. А, нет, все на номерах. Он, по-моему, тогда нашел себе Пармальшилка Аквилу на предыдущей карте. Опять везет? Тогда может быть драка организована. Вот, конечно, да, мы, как говорили, там визу забрали двоих, но опять же она ни к чему не переросла. То есть по одной вышке, по две, подожди. Одна вышка упала со стороны Дайр и Дио упал со стороны Рэггент. Это, конечно, немного, но хоть что-то. Ну, смотри, в принципе, от файл им агрессировать сейчас особо смысла нет. Вот взял себе уже Мидас, Магнус, все равно до Аганима своего никуда не будет выдвигаться. Да, Залбетрайдер, но им все равно еще артефакты нужны, и вовсе не обязательно, что это будет за счет какого-то фарма. Пауза просит Даза, ой, вот это точно пупей пауза. Вот, посмотри-ка на нее. Пауза просит Спартан. Там вгрызаются в Лину. Знаешь, чтобы главное-то не было, как у Эпилептика паузы. После каждого фрага? Да, 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 еще чат-чат писать. Гоу. Почему не пишут, давай в рамках этой серии? Лина, по-любому минус. Лина, никаких абсолютно шансов не было. Есть такая фишка, что Singularity с одной стороны выгодно не ввязываться в драке, потому что фармить и фармить его явно много. И мой ребенок когда-нибудь начнет и вырываться, но срекотственным против Вайда, где и с учетом в пике Леги, Лега без дуэли, это все-таки намного менее полезно играть. Поэтому я хочу видеть замесов побольше, чем на будущем. С другой стороны, от Файна в карте от вылета с реквалификации, будут ли они искать вопрос хороший. А именно церновация, вот только вот не в ту сторону свернул, он должен был дальше вязать по Лайну, а он что-то в лес свернул, жадно, видимо, лес хотел бы фармить. Так получилось идеально, его встречает Лего через дуэль Террорблэйд в форме, и то, о чем я говорил, нужны фраги, нужны дуэльки, вот пожалуйста, и ту же фраг с Зитраксу дуэль коллеги. Ну вообще, ты говоришь, что моды, ну я понимаю, еще ладно, Singularity, окей, вновь Зитракс фармит, нормально. Зачем АДФИНМ не драться? Так у них наоборот, у них по колдауну должно идти сражение, сражение, сражение. Есть РП, дерешься, есть Купол, дерешься, Лассо по колдауну, это все по колдауну надо использовать. Вот сейчас взяли, нашли Зитраксу, убили. Все, реализовали у тиммейты, ушли, опять фармите, ждете, пока у вас что-то от колдауна. Все просто. Мне все-таки кажется, что они пока не особо готовы. Вот Войт поставит Хрона, только если рядом будет Линна, либо Магнусен, кого-то заберет соло, он не заберет здесь даже Винтери Верну, это факт. И если нет каких-то командных перемещений вдвоем, втроем, то фармите тогда абсолютно спокойно. Если вы там идете, допустим, пара Линна плюс Бэтрайдер, до Блиндаггер вы вряд ли кого-то вытащите, они просто от вас уйдут, вот и все. И сейчас, допустим, Блинд появляется. Вот теперь уже можно. Я к тому, что все было привязано к таймингам, таймингу и появлению Аганима, таймингу и появлению Блиндаггера. Вот теперь можно выходить, если вы согласитесь. Не совсем привязано, хотелось бы побыстрее, конечно, их выформить, но и фраги тоже в какой-то степени тебе позволяют быстрее делать, тем более, если ты сочетаешь фарм с фрагами. А я тебе говорю, всегда так обычно играть должны люди. Я не знаю, почему, когда у таких героев вы пикаете, у вас классный ультимейт, вы идете их реализовывать просто по колдауну. Меня всегда смущает это, почему они не ходят по колдауну фрагизу. Странно. Они могут понимать, что они фармят больше, контролируют карту лучше, фраги ничего не пушит. Смысл идти Магнусу до Аганима, если он может прийти через полминутки с Аганимом. Ты же сам говоришь, Зитрикс пофармит, он выйдет, сломает вам лицо. Так он меньше сейчас золота получает. Ты посмотри, он меньше золота получает значительно, Олега не получает дуэли. Время идет, вы фармите, фармите лучшие врагов, есть Мидаса Вайда, Олега не получает дуэль, так и радуйтесь. А Фарион не пушит, так вообще прям сказка. Ой, ой, а купол накрыт, он не задел Фариону, лол. И Лина стан закинулась слишком поздно. Я думаю, что сейчас вот если бы у Дензе, у Дензе походу нет дота плюса, давай так, вот мы выяснили. Потому что сейчас он не может. Ой, простили. Кинуть дота плюс. Просто простили его сейчас. Так, а я могу сейчас кинуть дота плюс очки? Ладно, это наверное неправильно. А дота плюс продают? А, фишки? А, я понял. А думаешь, можно? Да нет, конечно. Там зрители, по-моему, так не могут. Да был бы слишком трешок в солежку и злобе кидали. На тебе полчинничек Фариона. Это был бы просто жесткий троллик от Квитатор, чтобы не могли идти и путь. Ну вот смотри, Бэтрайдер появился, а Блиндагер есть выход в бот у нас на Фариона. Фарион серед себя Глимер Кейпом тут нормально. Это прямая контра, Фарион, что тут скажешь? Зато мы видим Фарион, которым мучится. С Глимером. Саппорт Фарион, истины. Своей краси. Смотри-ка, зрители активизировались. Если в момент окончания мета юзаешь иллюзию, но она остается в собственной мете фишки на ТБ. Приняли. Ага, ага. Хорошо. Спасибо. Самый лучший зритель, если сумма. Так. Тогда понятно, я так и думал, по поводу того, что он в последний момент ее поражал, думаю, странно. Видимо, как раз он в этот момент крутится-вертится, а доты не воспринимает этот, наверное, эффект. И поэтому остается в таком форме. Там рейзер на топе. Так, ну вот, предыдущие окроны, это, конечно, были золотые. Купо остается винтерске Орс. Был ультимейт от Ленин, Экскалибур, только потом уже на БКБшку, Экскалибур, ну и вроде бы отсюда отойдет. Ну, тем не менее, можно свищу гнать. Лассо, правда, в кулдауне, но битрайдер с блинком, если захочет, прям так сильно-сильно запрыгнет, да нет смысла. Ну, вот смотри, появилось 2-3 артефакта, и от Файна начали намного чаще самостоятельно выходить в движуху. И по-прежнему фармит хуже нихтора блэйд. Они не так выходили. Может быть, не вместе, может быть, по отдельности. 5 на 10 был счет еще недавно, это было 15 минуты, я сказал, что вот у нас опять по одному фрагу минуту. Теперь посмотри, 21-ая минута фрага в 21. Немного, немного, прям совсем. Массовое количество фрага в одной точке, бро. Я тебе могу много-много-много сейчас накинуть вариантов. Я люблю поспорить. Что там у нас у Фуриона саппорта? Мы с тобой ожидали всякие бафы на террорбейда, пока есть глимер, есть урна, просите, нужно аппать, обязательно. Лего-10 демажа с дуэлей, супер мало. Так, ВВС, посмотри-ка на Винтер Виверну, вау. Это то, о чем ты рассказывал сегодня. Фишки, фишки, фишки пошли. Но я видел только то, что так делать, Заяц. Других Винтер Виверн с Орхидом я еще не видел. Тут можно так на раздавать и так вайдата обломать в файте. Ого-го, слушай, мне нравится. Ну что там все потенциально такого клевого можно собрать. Я не знаю, дайдала смолнии и рапиру. Хоть-хоть я собираю его просто, что тебе позвонят. Это не то, что ты там, хочешь очень видеть тройку. Нет, такого не было. Смотри, ВВ взялась тебе еще 60 крона у нас. Ага, 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 а то пока легоноску ввозь. Куда ты куба поставил? Ты что? Что? Ты что? Слушай, слушай, там вообще никого не было. Там вообще никого не было. Братан, перед тобой увезли героя только что. АРБ не хочет ждать? Нет? Нет, там три героя. О, слушай, он столько удобно, да мы же задолжен, это не важно. У него уже не будет тейм-волка. А вот сейчас терпай придется, чтобы забрать его. И какая-то очень странная драка, но при этом с магнусом дальше побежал, как раз к легеночке, она быкует на развороте. Попадет, не попадет, не попадает. 2-0. Энтаки, сейчас будет еще одна попытка. Давайте посмотрим, ну ладно, уже не достал дыхать широт, на Skylarg забирает на Ай, но у того было 5 убийц подряд, то есть ВВ еще и шла у нас еще там 503. Хотя бы дожди, подожди магнус там пытаться завершать Солова. Солянова. Давай, еще один хюр, давай. Давай, замедляй, как вы, прекращай, что ты делаешь? Фонтан в другой стране. Он всех пытается убить, он всех убьет, всех убьет. Вау. Что происходит? Да просто по колдауну ездит туда-сюда. Делит, делит из доты. И ведь это еще нет морфа у нас, да? Ну, господи, я не хочу на этом морфа смотреть с Магнусом, мне надо, мне спасибо. Первый день тебе сказал, морфа Магнус инкамин. 4 секунды это слишком жестко. Это прям как-то татам шейкер, татам шейкер стабильно 5 секунд, и только с 25-м это 3 секунды. Слава богу, спасибо мне талант на 25-м на минус 2 секунды скьювера, я бы вообще умер. Тут, конечно, хороший вопрос, зачем ему в таком случае блиндагер, ибо скьювер на 1200, и блиндагер на 1200. А чтобы отвести? Слот здесь занимается. И РП дать мгновенно, а то ты пока ездишь на скьювере, там можно и успеть отпрыгнуть или еще что-то. А это мгновенно. А, интересно. БКБ дальше будет от Магнус, он берет себе 500 дальности скьювер, абсолютно ненормально, расстояние 1700, ты просто посмотри. Какая жесть. Мало жести. Я думаю впереди еще Босс. Знаешь, что я понял? Акторин остался. Если увозит Магнус, Войт в жизни хорошая хрона не поставит, потому что там такая дистанция, боже. А вот сейчас он ошибся, здесь секунд колдаун теперь жди потей. Не дождаться, пока огонь у него там откатится. Тойдется немножко времени потратить, подождать. Но при этом Витер Верн заберу, там что Башки прокнуты, когда Брэз до 6 попрожал, он вряд ли ушел. Да Виттер Верн, маленько проседает после своей идеи. Смотри, массовое прям такое перевоплощение. Бегом, бегом, а вам пост один захватили, бегом за вторым, толпой, вместе. Кстати, правильно все делают абсолютно. Но Vision сейчас есть у Фриона. Надо с кем-то, или успевает. Кто успевает. Успеет, успеет, да, там. Это как знаешь, бомба разминировать в Counter-Strike, а то же самое. Слушай, а второй панпост тоже был под контролем всех цветов, это 625 опыта. Да, так не то, что захватили, на там 40 какой-то и вверх и резко полетели. Какие же молодцы. Жадные, жадные, не дают вообще продохнуть. Казалось бы, да, дофинем. Парни, третя карта Enkamen. Может быть, если Магнус так будет дальше кататься, почему нет. Там, как, пахнет, не пахнет? ТБ вроде бы начинает соображать, что надо бы. Остальные... А, у Розор есть. Он уже прожимал, кстати, по-моему, разок его. Даже два раза прожимал. Он его два раза нажимал, он его на верхней части карты тогда жал, чтобы... Они минуту назад были на топе. Уже вернулись вниз, обратно захватывать его ванпост. Касама Терраблейда, Мантасел, Драгонлендс, Вамбрейс, Паладин Свордс. Кстати, классная вещь. Но в этот раз, как я и говорил, он намного медленнее набирает, чем его оппоненты. И респект войду за идею быстрого медаса, и дальше это все окупается. Прекрасно. Так, 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 так. Слушай, меня так... Пугает немножко своей игрой на воде, особенно эти два купола. Очень страшно. Что может быть еще? Тут знаешь, Войт, Войт, он может просто существовать на карте, и ТФК крипов армить. Вот Магнус уже хорошо. А Магнус знает, что там кто-то еще, а если он пытается цеплять, Лего не увидел, переключается немножко в другое место. А там ТБ убили, так? Без купола? ТБ, 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 Аллогуна Блэйд, Лайдстрайкер, Рейд, Таймлок. Да, 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 пока нет, все хватило. Там после Юла его Лина до его лила, подстанила у вашего, и даже... Я так понимаю. Я тебе рассказываю через фотку смерти дота плюс, если что, не смущайся. Не, 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 не смущайся, я просто именно это и хотел сказать, и ты уже начал как раз кей по нему говорить. Слушай, а у него Линка? Магнус с Линкой. А я уже думал, с ума сойдет и возьмет реально вторим. Не, Магнус себе БКБ в Кибай ставил. Ну, Линка отличный вариант. Виндерс, короче, через БКБ только через БКБ. Кстати, Клинк через него, за штурм через него, здесь БКБ, наверное, было бы лишним. И Линка хороший вариант. Стоп, а дальше, да, дальше Линка, сурим, айдет. Лина в боте пошла отпушивать грамотно, целая куча пеньков. Сейчас у нас отфайном зажмутся, говорите на базе. Да, почему бы и нет, есть у них все для этого. Вот там, правда, ученир забрался, что ему выкинуть, что у него оставить. Многие травят предметов у него в багаже. Надо бы что-то выкинуть. В стике Брэйсбэн так вилла брумхэндл, и ему некуда это все помещать. В рейсбэн продать стике, продать аквилла, если что вкладывать место егидса, брумхэндл выкинуть. Где-нибудь в нормальном месте. О, дефолтный бэтрайдер. Уже с гемом, форста, блинк, травола, что там еще надо? Больше ничего не надо. Я не за счет за погоди, постоянно летает фурион в надежде, заходите вам пост, сразу кто-то пролетает за дофинем, а дофинем прям так держится за них. Ах, прям вообще. Ну и как ты видишь, иногда это дает плоды. О, слушай, он должен был промахнуться. Он должен был промахнуться. Это почему ты думал? А потому что он прыгнул в интервью, верно, там случайно казалось, как раз таки легион командов. Вот остается один, магнус еле еле отсюда сваливает, потеряли уже дазлый, воду. Надо всматриваться. Зато пока вы прожил в Скальбург и формы Зитрикс. Так, есть сюда т.п. от Хэстэши роты, на можно просто нажать дуэль для того, чтобы подфиксировать этого вайдан Скайлор, прятать, если будет полезно, и это не только подфиксирование, то еще и плюс урон. А это только X. Так, и он уже без РП, и, по-моему, здесь проблема уже у других игроков, потому что ПКП прожимается так. Он дальше бьет, к сожалению, уроги, как раз погибает. Сдели в отрасли было. И разордаешься, он в это время как же мог пасту, так он уходит. Так, Зитрикс продолжает по-моему, и на развороте Атаке отводит у нас Зитрикс. Супер далеко, ну что, чтобы прокнул таймлока Тага, нужно для этого атаковать, или Атаке с кальбур барабаны нажимаются, Зитрикс, если что, будет Сандер. Короче, не готовы здесь подраться. Я прям чувствую, что Синглэрки не против, грин, давайте, давайте побывайте на нас. Магнус, магнус, там, блин, сбивал ему иллюзия, он бы уже отвез обратно сейчас от Рорблэйдер. Но можно дать игнаться, это бы, ой, это бы, бытайтер готов. Да, это ошибка, это ошибка, это все, хотя, хрен, да тут катать можно только так, налево-направо, куда хочешь, вывози. Эй, трэш. Я, по-моему, магнусу с Аганимом, по-моему, только второй раз комментирую. Я много видел, но комментирую, по-моему, так второй раз магнусу, это весело. Я готов тебя очень сильно удивить. Он наглеет, а он наглеет, он очень сильно наглеет, сейчас он задан на карту. Хотите, подожди, увез в Витрах Су случайно, но его должны убивать. Неужели, отпусти, подождите, увозит. Нет, это не мероприятие, сейчас вы�езает, лагуна и он умер. Что? его в четвером окружили он увез случайно terror и блэйда подвез в итоге его случайно к линии пока вез его в скьюбер и в него еще походу дали лагуны он ничего не смог прожать то за бред можно я начну тебя удивлять давай викин джи выиграли вторую карту не вы за 26 минут что эти за пикбол подскажи 3036 на 17 так викин джи джи чентус карт ровка суши неплохо чем тускар дровкой дальше мне не игру сф вообще и кунка ну да сильно жирные поиграли через вверхом строка ская антимага и тимбер и ребята просто ну понятно ну да да понимаю просто реально за пошли пока там тимбер и интим от ничего не делали видимо но это на горки готов от интерверты вот смотри ты хотел увидеть как им таки на кунке да тогда затащит слова а тут бас тебе он на магнусе тащит почти в соло как тебе без проблем даже еще интереснее геймплей абсолютно уникальный конечно я еще к нему не привык я тоже покачиваю к ты поэтому я офигевает каждый раз когда он увозит там на скьюбер и через пол своим темой там раньше магнусы пикали для одной кнопки это для ультимейта который с достаточно большим когда потом магнусы стали пикать как саппорта по большей части радием повара уж как ты там выдашь и реверс полярить и но это было бонусом теперь магнуса буквально несколько лет из однокнопочного сделали вообще трехкнопочный выбор его скьюр это теперь абсолютно уникальный механика спросил дэнди дэнди всегда умеете применить вот это я понимаю да вернули вал героев доту как бы не при аппале на самом деле у него был еще прикольно гоним у них эта фигня шок вы их которые вперед назад возвращался или продлевался до длины а когда им power на всю команду работу пассивно то ты классный так в битрайдер вытаскивает у нас интерьер нулина стану промахнулась успевать это скорость накинуть у нас айн по моему там был еще и сам кстати а тайно сейчас будут стики они никак им обзывали помогут так мега убийство надо изначально напал на данном но там сразу его лосо и вытащить там особо-то у обеих команд нет уже увозит кого-то там это легион очка ой как же быстрые убили не вот конечко бай 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 там лагуна уже с аганимов 23 уровень у лины это четверка лина здрасте до свидания трон блэйт и каста до свидания 2 карта в пользу до финны все ближе и ближе скальпорт нажал бкб и все на этом вопрос на просто раскатили ребята вы нажимали форста филе га выкупалась тоже ничего нас толком не прибавилось теперь заходит так он понимает что нет винтер вивер не появится интерьер наиболит винтер скерса террор бейт я не знаю есть него бай бак нет и у ребят мэй бинет на это инфе у него никто 332 золото сейчас очень близко кто сама цифры а ну и от файны должны снасти от минимуму доступно ты посмотри это первый раз до сегодня сторону сносит при таком перевесе да тут сам видишь еще и бай байки пошли один ребенки на самом деле бай баков мало был за 33 минуты наш на прошлой карте на прошлых трех картах там достаточно часто они были ну вот он конец кирп и по двоим до без купола тем не менее но дым заходит куса магнус возможно сейчас даже умрет от рук войда да 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 так происходит первый раз курса довела до такого что ее же тиммейты убили своего магнус эти без боевых у нас мобильных там легко забирает после бб как скалибур очень опасный но есть юл экскальбур не нажал бкб его за и улили или на после этого улетает дншка здесь никак не может помочь куда бессилие чувствуется символите если честно вот опять весь расчет на зитракса дншка прилетает немного не туда так находит трудно регена таймболку энергии наработать все по крайней мере прогнали с базы не потеряли бараки это хоть что-то казалось бы что вот-вот они сейчас проиграть играть после этого rp подвоем лагуна опять-таки казалось бы что все это было сильно чем xp 25 магнуса что там на 25 оглушение плюс 1 секунду для полярити 475 секунды 7 хотя мне казалось обычный пауру берут это холл лагуна лины 1054 дэмэджи но это еще был бы какой-то артефакт нее на увеличение дэмэджи типа к или кого-то другого предмета был бы 1100 чем но это уже более до фон какие-то цифры которые привык как раз таки в данном случае озвучивать от лины вот бабочка и значит связи так с понимаешь промахиваться может наш может быть за традицией френа поиграл вот первый картон выиграл сегодня и вроде бы всем больше не выигрывает может у нафиг этого фреона не были больше выбрать по извинения случайно нажал абсолютно случайно привет хопер x подкаст так выходят на dnz шку днз 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 но это сто процентов фраг здесь без вариантов 1 на 7 на 7 у него счет становится даже не особо полезный фрион ты абсолютно прав 3 секунды рожан дождутся садо финем и пойдут но есть не последний пуш по крайне это два выше нету почему бы и не пойти закачивать 45000 по xp вау ху 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 там лэвла то страшно и там практически 25 уже у лины между прочим и 24 с половиной войда понимаю то что взять его достаточно сложно тем не менее 6 секунд резерткой dragon slave когда две секунды нормально нормально хорошо и нюк такой на 385 демоджи вот попробуй костин спросить вот я сейчас подумал либо самим нас делать либо ребята всего не сложно сделать пожалуйста тот клип где магнус от четверых увел сторожа блэйда когда на него нападали четвером и они еще его убили но это реально жесть просто ты думаешь что то сейчас будет листать ради этого если никто не будет я сам по листах и просто напомнить потом вот реально что среди него сейчас ребята скальчеват файл нам это как раз таки выход на рошана ну да достаточно быстро сейчас он взберут достаточно вот по на power не такую силу пусть как раньше это было но тоже не плохо а я гистер у нас в интервью верно насколько я помню скажут это шану чуть ли пока гоним на сегодня были кстати да 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 абсолютно верно когда так совпало причем мы знаем то что вероятность ровно 50 на 50 она никак не подкручена но нам с тобой сегодня везет только на этот аганимчик а видимо параллельных играх просто рф ашер падает и вот они тебе 50 50 да 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 и самое что минулойным как смотри рефрешер всего две лагуны до свидания тороблойт хочешь по 2 км хочешь не кстати да ровных и п бар сейчас утро блейда но вот потому что нет скади потому что нет сатаника у него там брейс на ловкость аквила пт который нужно обязательно на силу ставишь чтобы хоть какие-то шансы были успеть сандер сделать за этот ultimate лин и хотя это маловероятно да и просто него вам рейс плюс dragonline вроде бы статы да и артефакт так 15000 у зитракса то чем я грил они не могут так быстро получать золото как делают этот файл вот и все пока что нормально так может покойно один стоять день бараки параки будут потихонечку падать что тут можно сделать просто взять увести эксайвер который стоит афкаде и вот он куба правда по интервью вернее очень быстро погибать из байбеков спать вместе с разором дракон здесь наверно будет ложится откуда делал гунушную я одну в разор 1 что в интервью вернушла куда ты дншка прилетает в спину тут у нас дитракс потратил форму это провал так бьет его если таки есть рпшка отлично так начинает бить в интервью верно пока подставила так заслуживает богоподобие когда же это кончится я не уверен что это кончится когда-то нужно дитраксу свапаться сейчас видимо сайном с его же в интервью верно или с кем-то еще даже не знаю но дитракс нажимает сандер ладно не так то все плохо мобильных стем расстреливать днц надо силу света продолжить эту драку они должны пойти дитракс только того сейчас это провал он просто драку уходил не знал что делать он пока бы так и не поражал сандр тоже до последнего не знал он просто стоял крутился на месте а у него очень тяжелая схема с поворотом куда как повернуться невероятно медленный и они просто не знаете делать как бы себе активе они все в разных местах и не знаю куда повернуть учить а